Сегодня мы едем в кафе, которое я сделала во стиле острова Чичуто. Там очень красиво, я все это сниму и покажу вам. От нашего дома до кофейни ехать около часа. Видите, дороги здесь не очень хорошие. И вот, наконец-то, мы на месте. Здесь кофейня, а рядом с кофейней теплица, в которой и находится вся красота. Сначала нужно купить что-то в кофейне, и только после этого можно будет зайти в теплицу и насладиться всей красотой. Здесь большой выбор десертов, и я думаю, каждый может найти для себя что-то. Цены здесь немного выше, чем в обычных кофейнях, но я думаю, что понятно почему, потому что здесь можно насладиться красивым видом. Забрали свой заказ, теперь идем в теплицу для того, чтобы найти столик. Долго не думая, решили сесть возле этого фонтана. Здесь в кустах есть два столика. Муж взял себе молочный коктейль с блюбери, я взяла себе чай, и взяли круассанчик и тортики. Поели, прибрали за собой, и пошли гулять дальше, наслаждаться этой красивой природой. Посмотрите, как здесь красиво. Это маленькие мандаринчики, еще не созрели. Также можно увидеть большие, уже созревшие мандарины. Кстати, так как понедельник, сегодня немного народу. А это вид со второго этажа. Посмотрите, как здесь красиво. Какой вид открывается. Мы вышли на улицу, там есть столики с видом на море. Очень красиво. Правда, дует очень холодный ветер. Поэтому рекомендую ехать сюда в более теплую погоду и насладиться этой красотой. Сидишь прямо у моря и наслаждаешься видом. Такой ветер дует немножко холодный, поэтому я думаю, что летом здесь самый кайф. Ну а в конце, перед выходом, мы купили мандарины. Кстати, очень вкусные и сладкие. Редактор субтитров А.Семкин